Сквер возле морского вокзала Мурманска будет украшать еще один памятник. Сюда привезли монумент в виде парусника. Инициатором установки скульптуры стал директор по логистике акционера на общество СУЭК Денис Илатовский. Это подарок городу в канун предстоящего дня рождения. Возле Мурманского морского вокзала оживленно вечером сюда подогнали автокран и грузовик с перецепом. На платформе части памятника, который вскоре украсит сквер, ранее облагороженный за счет средств Мурманского морского торгового порта. Монумент будет представлять из себя скульптурную композицию. Парусник из нержавейки, плывущий по бронзовой волне, установят на каменное основание. Скульптура носит романтичное название «Паруса мечты». Эта работа называется «Паруса мечты». Она создавалась как украшение для города Мурманска, для украшения порта, города. Это как что-то такое светлое, без политики, напутствие для горожан, как напутствие, может, в жизнь для молодых, как бы что-то такое для общества. Это такой образ отправляющейся команды в плавание, в путь. Если, ну, как будет видно, установят, кораблик плывет в сторону моря, океана. Он, ну, параллельно заливу направлен будет на север, вот, против волн, против всех невзгод. Невзгоды тоже можно по-разному воспринимать, как что-то, как препятствия, но, которые сплачивают, помогают, как бы закалиться характеру, да, объединяют. Вот, ну, или как бы включение, это не обязательно что-то негативное. Сквер рядом с морским вокзалом для установки этого памятника выбрали не только из-за того, что он восстановлен силами Мурманского морского торгового порта. Есть в этом и другой смысл. Ранее именно здесь поставили монумент Валериану Лихницкому, человеку, благодаря которому появился порт, а за ним вырос и город Мурманск. Экспедиция Лихницкого к этим берегам прибыла на парусной яхте. Называлась она «Любовь». Во-первых, это, так скажем, сквер, который мы благоустраивали именно в морской части города, около морского вокзала. Сама скульптурная композиция тоже, она связана с морской тематикой, поэтому тут не пришлось долго думать для того, чтобы определить для ее места. Ну и более того, у нас здесь, ну, на нас взгляд, достаточно интересная аллея, связанная с историей и зарождения Мурманска, с историей порта. Я считаю, что достаточно интересно сделана архитектурная подсветка, поэтому, думаю, как раз этот парк, с учетом этой композиции, загорает новой краской. Общая высота памятника составит более 7 метров. Вес примерно 2,5 тонны. Самая тяжелая часть – бронзовая волна. Она весит примерно 800 килограммов. Снимать с платформы ее пришлось очень аккуратно. А вот самым сложным в исполнении оказались паруса, сваренные из нержавеющей стали. С бронзовым литьем у нас в России большое количество сейчас льется. И большой опыт, и быстро. А вот работы с нержавейкой мало кто проводит, какая фирма. Поэтому было сложно найти тех, кто это сделает, тех, кто сделает качественно. Ну и как бы эти работы затянулись. То есть парус делался долго и трудно. Поверхность парусника из нержавейки практически зеркальная. Чтобы она всегда оставалась в таком виде и радовала мурманчан блеском, за монументом необходимо будет тщательно ухаживать. Памятник на подготовленный заранее постамент уже установили. Однако увидеть его мурманчане пока не смогут. Торжественное открытие запланировано на октябрь, когда будут праздновать день рождения Мурманска. Еще в прошлом году был заложен постамент под скульптурную композицию «Парусник», который, на наш взгляд, будет символизировать вообще наш морской город. Ну, достаточно интересная композиция. Я думаю, все жители города ее оценят. Возведение нового скульптурного объекта – часть системной работы Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды. В 2015 году в рамках этой кампании силами предприятия был реконструирован сквер портовиков. А в 2018 году обновлен сквер перед морским вокзалом. Здесь посадили деревья и кустарники, поставили скамейки и цветочные вазоны, а также сделали наружное освещение.